И поэтому права экономики, по-другому словам, это все только о стандартах, а ни о чем мы говорим. Соответственно, это действие в порядке, с любой взаимодействием, всегда стандарты занимаются, при разработке, модель пасковой экономики нужны нам уже для одни платформы, что-то есть достаточно абстрактная понятия, включая все много разных технических вещей, а именно стандартами и тем, что они занимаются и занимаются вообще на этом. Среди стандартов, так получилось, что выделяют стандарты, относящиеся к умным гражданам. Поэтому есть простое экономическое основание, ибо 80% населения в мире живет города. Это не отечественный тренд, абсолютно не устроено. То есть люди соберутся в городах, больших, малых, дневных городах. По партии, мы же в процессе расходили в городах, то все сервисы нужно убить городскими секторами. Я сказал, что оборудование не есть образовательными, что использующие у нас потребители, что у города, какие-то устроенные в городах, то есть партии сейчас в городской сервисе. Следующее. Само по себе стандарты. Если в Европе сложилось не совсем корректное понимание в России, только в России и во всем мире по-другому, стандарты почему-то воспринимаются как ограничения и регуляции, тогда как общий мировой трактор стандартов как лучший трактор. Согласно классическому определению футболистовских стандартов, старейшим видом стандартизации, стандарт – это лучший трактор, который имеет какой-то экономическую выражение. Это абсолютно подпадает и под стандартные технические программисты, вот в базовой данной физике работали, то есть из ЭКСКУЭТ, то есть они не знают, что это стандартный сон, тоже вполне себе подпадает под определение лучшей практики, и ничего получают из 60-х годов прошлого века, не придумали лучшего для работы в МРСКУЭТ. И в ЭКСИ-класс у нас, да, то есть стандарт, который, значит, у нас есть стандарт на объект ориентированной программе. В лучшей практике, естественно, захватывают не только информационно-проекционную технологию, к тому же ПОИСА, например, есть стандарты о том, как получить менеджмент наемный, то есть менеджмент на предприятии должен передавать информацию собственному, то есть у нас собственные правила, то есть у них написать, а именно стандарт. Значит, умный город. Ну, определение данное ИЮ, то есть стандартным и техническим для работы умных городов занимается именно ИЮ, а потом уже передаёт и тому же столь и прочее. Ну, так исторически сложилось. Возможно, против того, что начиналась эрксперия иммуникации, поэтому он зарабатывает его рекомендационная система. Значит, умный станок, и ИЮ явно перечисляет, что он уже отключает, там, систематику. Экономика, ливенка, значит, мы уже перечислить подробно на сокращение времени. Есть наши разные платформы, порядка 8 или 10 направлений так перечисленных. Ну, из любопытных можно ответить, что в разных приоритетных списках они вводят разные. Вот, практически во всех списках есть один учебник, в том числе, очень весне, это называется умное управление водным ресурсом. Смотрим, значит, вот так получилось, что умный выберяется неважный ресурс, и, соответственно, важное управление вырастом. И людей, что сюда заходит, как я сказал, безопасность управления водой, энергиями отходами. По стандартному платформу. Сама идея того, что должно быть стандартным для умного города с точки зрения и функциональной технологии, она очень простая. Тут разные сервисы, неважно, что они делают, но все эти сервисы предложили где-то сохранять этот формат. Если у нас нет этих стандартов, то каждый сервис этот будет делать последнее. Мы дойдем до эксплуатации, соответственно, мы эксплуатировать это не можем, потому что нам в аркале для отдельных сервисов нужно иметь отдельную службу поддержки, отдельную реализовывать систему безопасности и так далее. Это общая модель, которую мы в салоне имеем, как будет выглядеть стандарт на сервисе в умном городе. Здесь вот в нижнем городе, собственно, представляет то, что называется интернет вещей. Стандарт интернет вещей – это ничего более, как измерительная система в умном городе. Вот, не вирусной цене. Все остальное, да, и там положение для дальнейших работ. В России, в принципе, в принципе, для России есть такие группы. Это стандарт при этом ВСО, но стандарт, там, международной стандартизации. Возможно, это тоже будет когда-то принято. На сегодняшний день это совсем не так же. Неинформационные коммуникационные сервисы. Да, есть, например, вот здесь по режиме «Разработы британских стандартов». Это, на самом деле, один из основных инструментов и элементов, которые передают стандарты ВСО. Это стандарты, например, на организацию комьюрити сообществ людей и взаимодействия умным городом. Неинформационные технологии, на которую нужно быть как стандарт. В точке зрения ИХТ – это ввеский термин, это ввеский термин. Здесь гроза управляемых данными. По сути, просто, значит, организация сбора информации на грозах и, соответственно, реминистуальной работы. Это ежедневный джедательный СОО, более уточненный по сравнению с предыдущим, где как раз выявлены различные уровни данные. Спиры, коммуникация, устранение данных, поддержка данных, приложения, ну и различные системы точек, которые у них существуют. Занимаем следующее институтное с перечисленными действиями, как создавался основной МИТИЮ, перезавертный материал в СОО. Следующий большой класс стандартов, разработанного Америки – это американский стандарт МИСТ, который тоже создавается в компании через СОО, в первую очередь, участие с работы данных. Могут разработчительные стандарты разрабатываться в консорциумах, которые включают или не включают институтские оптимизации. Будут перечисленными фазами для стандарта, МИТР – это единственный на сегодняшний день существующий открытый стандарт на интернет-вещение. Разрабатывается международный консорциум разных компаний, и наиболее известных – это Самсунг, в конечном. Блокчевая сочетчика применяется, скорее, это не вся. Будут нам проработать в России с институтным институтом. Могут разрабатывать стандарты, де-факто, научные организации, в частности, финансируемые Евросоюзом, институты. Проект, который состоит в создании открытого МИТР для Кумных Городов. Это компания «Интерадий» и «ТСА», который говорит о том, что, на самом деле, тут такая сквозная подближение стандартов. Есть стандарты, как говорится, энергетические позиции, дальше процессы в Кумных Городах, в последний уровень – это, собственно, технические квалификации, которые относятся к нам. Это вот примеры существующих стандартов на самых разных городах. То есть есть статистические стандарты, значит, руку «Умные Города», процесс, то есть управление разработками «Умные Города», физические, которые поддерживают структуру или какие-то, значит, «Умные сервисы» на самых больших соответствующих городах. Это то же самое с конкретных примеров стандартов, которые имели, например, 2С1. Как пример из наших соседей можно сказать, что в Казахстане, например, в Умных Городах, в Умных Городах, в соответствии с этим стандартным и в самой большой квартире в Китае есть, что, по сути, вся стандартизация ведется на основную отработку в ЕСС. Это, в примере, достаточно сложное программное исключение, огромная система, которая, ну, не длина в Европе в Китае, более чем встанет так, то есть, есть администрация первых городов, которая объявляет у себя на основании поемов, как не в российской городу, по сути, с солнцем поем. В России последнее, что я изучаю, в 2016 году мы, по крайней мере, ТП и Томаты, которые Томаты объявляли и заявляли о создании стандартов 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 3, 10, заключение вложение создающейся московском цифровой экономики правильно смотреть что она наконец-то будет делать так как и рецензирование а не то, что на сегодняшний день вы видите как раз выведевшие нас и команды-менеджеры которые составляют очень дорожные касты не то, как делать, но то, что вы не понимаете есть план график я надеюсь, что в Московском университете эта работа будет поставлена как делать да будет так вот просто вопрос пожалуйста по поводу стандартов большинство стандартов большинство стандартов есть рекомендационный характер но есть много стандартов которые существуют но, де-факт, не работают как объявление Росстандарт что выключено следует в 2016 году если на что-то не существует стандарт то при участии в государственных тендрах следование не будет является обязательным то есть вообще так говорят если, как сказать в СССР планов для решения снатажа следовательского закона да, тот факт что в России никто не следит за этим это просто факт того, что в России никто не следит что формально мы сказали летом 2016 года еще Росстандарт значит он об этом действует по крайней мере государственных тендерах это обязательное по крайней мере является основанием расхода депутата тендера по крайней мере следователь 2016 года по крайней мере портной депутата имеется спасибо большое Продолжение следует...